МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жительница Тарасовского района вырастила помидор-гигант. Вес томата почти полтора килограмма. Здравствуйте в студии Анна Туполева. Какие сегодня новости на Дону? Клятва верности Донскому краю. Галереи на рынках, подъездах и зоопарках. То есть брелеп должен пройти к одному. Все оружие, все вот эти росписи, то там сзади пустыня, все афганские, все должно быть один к одному. 30-е годы прошлого века на сцене и в пойе молодежного театра. Мы начинаем с октября месяца театрализованные экскурсии по театру. Василий Голубев сегодня официально вступил в должность губернатора Ростовской области. Церемония принесения присяги прошла в музыкальном театре. В зале сенаторы, депутаты, духовенство, бизнес-элита. Василий Голубев поблагодарил за поддержку на выборах. Напомним, свои голоса за него отдали 78% избирателей и озвучил планы на ближайшую пятилетку. Динамику развития региона обеспечивают 7И. И инвестиции, инновации, индустриализация, инфраструктура, институты, интеллект, инициатива, отметил губернатор. Наша общая задача – сохранить позитивную динамику, руководствуясь известным принципом – стабильность признак мастерства. А значит, неизменными останутся и 7 слагаемых формул успеха, способные, как показала жизнь, обеспечить опережающее развитие Ростовской области. К 2020 году Ростовская область станет продовольственным донором. Доходы граждан вырастут на 17,5%. В новые квартиры въедут 200 тысяч семей. Инвестиционный портфель региона увеличится вдвое и составит 500 миллиардов рублей. Всестороннюю поддержку получат станкостроительные, вертолетостроительные, кластер легкой промышленности, кластер сельхозмашиностроения, агропромышленный кластер. Первые шаги уже сделаны. В ближайшие пять лет в регионе будет создано 54 тысячи новых рабочих мест. Объем инновационной продукции, выпускаемой на Дону, вырастет на 30 миллиардов рублей. Ростовская область – регион лидеры. В ближайшие пять лет нам предстоит работать и побеждать вместе, подчеркнул Василий Голубев. По трудовой книжке старший уборщик по призванию художник-оформитель Нахичеванского рынка. Игоря Малолкина в своем кругу называют наш пиросмани за сходство в творческой манере. Первым арт-объектом стал Нахичеванский рынок, а полотнами – продуктовые павильоны-ларьки. И пока его коллеги выставляют картины в художественных галереях, он оживляет рынок, улицы и дома. Заскочив на Нахичеванский рынок за продуктами, можно оказаться в настоящей художественной галереи под открытым небом. Вместо серых стен торговых павильонов – объемные рисунки, донские пейзажи, аппетитные продукты, красивые женщины. В общем, весь колорит ростовского рынка. И все это как настоящее. Например, у этих кавказских музыкантов можно даже пощупать усы. Этим и отличается стиль художника. Уличный реализм. Пишет простых людей. Его натурщики стоят за прилавком. Герои всех национальностей. Русские, армяне, грузины, белорусы. Свою подругу Татьяну художник изобразил продающей рассаду. Теперь она торгует овощами и ждет от художника новый портрет. Хотя признается, что больше всего радует юмор Малолкина. С ним не соскучишься. Да нам с художником вообще весело. Если б не он тут, допустим, торговли нет. Бывает и такое. Вот сидим сегодня. Ничего, подойдет, повеселит. Красочно все. Наши серые будни скрашивает. Художнику хохмачу и серьезные темы не чуждые. К 70-летию победы Малолкин преобразил госпиталь ветеранов. Лето 45-го. Защитник родины пришел домой на Донскую землю. Но ощущения радости затмевают блеклые цвета. Борельеф пронизан грустью и одиночеством. В бою солдат потерял товарищей. А простую вытяжку во дворе украшает образ реального участника войны в Афганистане. Действительно, человек лечился. Господи, действительно, воевал в Афганистане. И по его фотографиям, я писал этот барельеф полностью и полностью портретов. Брелеф должен быть один к одному. Все оружие, все вот эти вот, если росписи, то там сзади пустыня, все афганские, все должно быть один к одному. Колорит ростовского художника оценили и местные жители. По их просьбе мастер расписал дома, пострадавшие от времени и рук вандалов. Дом на восьмой линии на радость жильцов теперь украшают красочные двери в подъезд. Как будто входишь в сказочный городок на берегу моря. И рука не поднимется написать гадость. Мы очень благодарны всем домам, что он нам так оформил наш двор, наши двери. Мы настолько, нам это приятно. Мы когда входим, у нас даже и глаз, и душа радуются. Конечно, нам приятно. Не просто дверь покрашенная. Это же эстетика, это все-таки для души. Вчера пришел моей сестры внук. Я даже не ожидала. Молодой человек, он сфотографировал все. Вот ему было это интересно. Поэтому я думаю, что молодые, наверное, ну как-то загорятся и как-то тоже будут свой город делать красивым. Игорь Малолкин мечтает расписать весь Ростов. Мы заглянули в святая святых оформителя, его мастерскую на Нахичеванском рынке, где создаются будущие шедевры. Здесь есть даже переулок имени художника. Он редко говорит о своих планах, но в качестве исключения делится последними идеями. В разработке оформление вольера для крокодила. Причем работать собирается непосредственно в клетке у 700-килограммовой рептилии. И если экстремал пройдет конкурс, то увидеть работы во всей красе смогут посетители ростовского зоопарка. Я заключил договор с зоопарком, пожалуйста, здесь, потому что многие там несогласные художники. Договор заключается в том, что если я не плохо справлюсь, и директор здесь зоопарка, и не понравится крокодилу, он меня просто съест. Вот договор. Все, печати крокодила, отпечатка, зятчатка. То есть это серьезно все. Или меня съедят, или я сделаю. Ксения Николаева, Сергей Вишняков. На Дону. За отсутствие марлевой повязки могут ввести штраф. Госдума рассмотрит предложение депутата Олега Михеева сделать обязательным ношение марлевой повязки для больных ОРВИ. По мнению парламентария, все, у кого наблюдаются признаки простуды, должны носить марлевую повязку на работе в образовательных учреждениях и общественном транспорте. На сегодняшний день, вперед эпидемией гриппа и ОРВИ, по закону, марлевые повязки обязаны носить только сотрудники аптек. На что по этому поводу думает Ростов-на-Дону. А как они это проверять будут? Что я болею, да. Да. Со справкой ходить? Действительно, когда ты болеешь, ты не только о своем здоровье, не слышишь ответственность за здоровье окружающих, поэтому надо быть ответственным. Если не получается, надо принуждать в какой-то мере. Так что я бы поддержал на самом деле. Больной, конечно, он должен носить марлю. Если это заболевание действительно является серьезным и относится к числу легкопередаваемых, то почему бы и нет. Я думаю, следует в рекомендательном все-таки порядке людям носить эти марлевые повязки, ну, марлевые повязки, так сказать. Вот. Но именно заставлять людей это делать, ну, я думаю, это уже нужно их привить, это с точки зрения культуры поведения. Вопрос спорный. С одной стороны, надо забота для остальных, а с другой стороны, как бы, надо же профилактику делать, наверное, медицина должна превентивной меры безопасности иметь, чтобы не давать из-за состояния, чтобы больные люди по улицам ходили. Мой дом, моя страна. К микропереписи населения все готово. Федеральное статистическое наблюдение, подготовка к которому шла два года, стартует 1 октября. Новшество этой переписи – наличие планшетных компьютеров, в которые будет заноситься информация, полученная со слов жителей. Переписчики не станут требовать документы и записывать адреса и фамилии респондентов. Вопросники – 28 вопросов. О семейном положении, источнике доходов, гражданстве и национальности. Новыми станут вопросы о том, сколько детей собираются родить семьи и о каком количестве малышей мечтают. Кроме того, дончан попросят оценить свое здоровье, проинформировать о наличии инвалидности. Проведение микропереписи вызвано необходимостью уточнения информации об изменении социально-демографических характеристик населения в связи с тем, что по мере удаления от всеобщей переписи информация о населении быстро устаревает. На Дону во время микропереписи планируется опросить около 70 тысяч жителей. Специалисты обойдут дома и квартиры, попавшие в выборку. Там должны быть представлены все типы домохозяйств. А типы какие домохозяйств бывают? Это полные семьи, это неполные семьи, состоящие из матери с детьми, отца с детьми. Это семьи с наличием дедушек, бабушек и так далее. Итоги микропереписи население подведут в конце следующего года. Результаты опубликуют на сайте службы государственной статистики. Продолжительность жизни людей в Ростовской области растет. Причем на Дону она в среднем на год выше, чем по стране. Сегодня в Ростове стартовал первый социальный форум общества старшему поколению. Общественные, ветеранские, благотворительные и волонтерские организации представляют свои достижения и возможности в социальной сфере и помощи пожилым. Каждый человек на Дону в любой точке Ростовской области был под вниманием и поддерживался властью, обществом, бизнесом. И мы к этому движемся. В Ростовской области каждый четвертый житель является пенсионером. Социальные услуги на Дону получают более 70 тысяч людей преклонного возраста. С загрязнением Донской столицы борются с помощью закона. За последний год комитетом по охране окружающей среды возбуждено более тысячи дел об административных правонарушениях. Почти половина из них в адрес управляющих и строительных компаний, которые не вывозят мусор. Пятая часть выявленных нарушений приходится на рынки и на организации, которые занимаются ремонтом и прокладкой инженерных коммуникаций. Общая сумма наложенных штрафов составила около 19 миллионов рублей. Мы запустили буквально с весны наш сайт, который называется rostovpriroda.ru. Мы говорим об этом. То есть на сегодняшний день любой гражданин в течение, в реальном времени может нам сбросить свое сообщение, фотографии. И абсолютно адекватная ситуация, реакция идет. С момента запуска портала было получено уже более 300 обращений от граждан. Основная масса жалоб решена. Ростовский молодежный театр открыл 86-й сезон в новом статусе муниципального театра. Дополнительное финансирование позволит реализовать немало планов, укрепить материально-техническую базу, больше гастролировать, участвовать в фестивалях, приглашать на постановки именитых режиссеров. Открывают сезон в атмосфере 30-х годов прошлого века. Идут репетиции трех новогодних представлений для детей и взрослых. А весной зрители увидят одно из произведений Чехова в постановке московского режиссера. Пройти мимо невозможно. На улице перед театром словно открыт временной портал в 30-е годы прошлого столетия. Здесь поют джаз и готовы принять у себя на сцене желающих танцевать. В этом сезоне труппа продолжит удивлять ростовчан новыми идеями. Мы начинаем с октября месяца театрализованные экскурсии по театру. Когда наши актеры, ну вот небольшая будет группа. В основном, конечно, мы предполагаем, что это будет детская аудитория. Мы хотим вообще рассказать ребятам о нашей истории, о истории нашего театра. Вообще об истории этого здания. Потому что, ну это действительно заслуживает особого внимания. В этом сезоне зрители смогут стать частью спектакля. Премьера «Путь вашей жизни» в постановке режиссера Михаила Заяца – очередной эксперимент. Гости театра будут сидеть за столиками кафе прямо на сцене. Слушать песни 30-х и участвовать в событиях вместе с главными героями. Для меня это очень такой спектакль близкий. Более того, это спектакль, такая уходящая натура. Это 1939 год, начало, можно сказать, Второй мировой войны. И люди еще не ощущают всего ужаса. И они живут в предощущении того, что будет. Открывала 86-й сезон комедия по песе Шекспира «Укращение строптивой». В постановке Ростовского молодежного театра действие перемещено в необычное художественное пространство. А шекспировский текст предстает в совершенно новом, современном переводе. Укращение строптивой – спектакль о вечном противостоянии мужского и женского начал, о борьбе, в которой нет победителя или побежденного. Екатерина Лободина, Галина Плесуля, Юрий Санкин. На Дону. Расшифрован код Ростова-на-Дону. Съемки киноальмонаха «Код города» подходят к концу и до премьеры фильма осталось два месяца. В течение нескольких недель сталкеры документального проекта «Код города» исследовали Ростов и его жители в поисках особенных историй, отражающих характер донской столицы. Город Ростов-на-Дону, он с историей, богатой историей. В городе очень много достопримечательностей, уникальных мест, о которых необходимо рассказывать, показывать, затрагивать какие-либо проблемы, связанные с этим. Главные повествователи в этом проекте – ростовчане, которые прекрасно знают ростовский характер. Неотъемлемыми частями «Кода» стали боевая красота донских женщин, ливбердон, парамоновские склады, казаки. Всего будет снято около десяти новелл, и все истории будут отображаться на сайте «Кинокарта». Кроме этого, организаторами проекта разрабатывается интерактивная игра-путешествия. В Матвеево-Курганском районе стаи волков нападают на домашний скот. За последние полтора месяца случилось как минимум восемь нападений. Специалисты объясняют это тем, что в начале осени старые волки учат молотняк охотиться. По мнению же местных жителей, их хищники бегут от войны на Украине. Кроме того, с ними никто не борется. Последняя облавная охота была семь лет назад. О других региональных событиях – сообщение с мест. Новочеркасский Центр космического тренажера строения отметил 40-летие стратегического партнерства с Центром подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Из звездного городка в казачью столицу приехала целая делегация в составе с летчиками-космонавтами. В зале городского театра драмы звучали поздравления и слова благодарности с Международной космической станции. А на Земле говорили о роли космических тренажеров. Это мозги корабля, это мозги станции, это вы понимаете, это все. И что на станции наверху, и что на Земле здесь. Только не весь омус отличается. За четыре десятка лет сотрудничества специалистами центров создано пять поколений тренажерных комплексов для космонавтов, на которых тренировались и отечественные, и международные экипажи. Новошахтинский детский сад Аленка отпраздновал юбилей. С момента, как он распахнул двери перед своими первыми воспитанниками, прошло 65 лет. С днем рождения поздравляем наш любимый детский сад. Счастья, радости желаем для гостей и для ребят. Несмотря на солидный возраст, здесь имеется все для развития и оздоровления дошколят. Каждый день воспитанники Аленки проводят в красивых, по-домашнему уютных комнатах-группах. С открытия детсада и по настоящее время здесь работают люди, для которых воспитание детей не просто профессии, а настоящие призвания. 65 – это небольшая дата. Шестерочка обозначает движение вперед, и мы будем двигаться и творить добро. А пятерочка мы будем стараться все делать на пять. «Преодолей себя» – под таким девизом прошли минувшие выходные в Волгодонске. Город по традиции присоединился к всероссийской акции «Кросснаций». В этом году День бега установил рекорд по количеству участников. Желающих преодолеть себя оказалось несколько тысяч. «Хочу узнать свои силы». «Побороть свои страхи и чувствовать себя комфортнее и свободнее». «Победить всех». Основная дистанция «Кросснаций» – два километра. Вторая – вдвое короче. Ее преодолевали самые маленькие. И хотя призовые места не разыгрывались, каждый участник получил специальный сертификат. В Донском регионе впервые за последние пять лет в естественную среду обитания выпустили серую куропатку. Тремя сотнями особей этой птицы разжились охотхозяйства Азовского района. Численность куропатки в области в сравнении с прошлым годом увеличилась на 12%. Далее пресса на Дону. Вестник Приманочья пишет о предложении федерального Минпромторга ввести продуктовые карточки для малоимущих. По замыслу министерства на банковскую карту раз в месяц станут перечислять бюджетные деньги, которые можно будет потратить на продукты, кроме алкоголя и сигарет. Проект может стартовать во второй половине следующего года, если его одобрит правительство страны. Ростовчане представили на Сочинской конференции Минсвязи России айти-разработку для нужд ветеринарной службы, пишет газета «Молот». Ноу-хау позволяет вести точный учет всех действий и процедур, необходимых для соблюдения безопасности животных. Все манипуляции ветеринара заносятся в специальную базу данных. Сейчас программа работает в пилотном режиме. Новочеркасский Донской театр драмы и комедии имени Комиссаржевской премьера открыл новый сезон. В субботу зрители увидели комедию «Рэя Куни. Клинический случай». Днем позже одну из последних постановок – «Жестокие игры». У театра новый художественный руководитель, заслуженный деятель искусств Чувашской Республики, Ашот Восконян, пишут новочеркасские ведомости. Завтра на Дону стартует международный молодежный медиафорум «Фокус-2015». В Неклиновском районе соберутся юные акулы-пера со всех уголков России. Преподавать им будут звезды отечественной и зарубежной журналистики. А на сегодня это все новости. В студии была Анна Туполева. До встречи на Дону. Одежда ведущим предоставлена магазином «Манго». Дону.